Подружки, привет! Сегодня неожиданное утро. У нас мы встали в 7 часов. Ну, как встали в 7 часов? Рэм встал в 7 часов, все остальные встали в 7 часов, а я встала намного раньше. Что у нас тут происходит? Неожиданно сегодня мы идем в детский сад. Вот этот маленький динозавр, который тут сидит, мультики смотрит и пьет свой кефирчик, он идет в детский сад. Как это случилось и как? Вот вдруг с бухты барахты я вам расскажу чуть позже, но сейчас мне нужно быстро собрать вещи и надеяться, что все у нас будет хорошо. Значит, что у нас здесь? Рюкзак. Так, сюда я кладу его кроссовочки, в которых он будет бегать по садику. Сказали мне, что нужно взять тетрадки, какие я не знаю. Тут у меня подгузы для Рэма. И сюда еще положу отдельный комплект одежды. Это нам понадобится на 2 часа, которые сегодня, я очень надеюсь, Рэм проведет в детском саду. Еще в саду, что сегодня важно, сегодня у нас фотографии будут делать группы. Поэтому у нас вот такая вот красивая рубашка, брючки. Ну и к брючкам вот это все дело он наденет. Куда наделись носки, я не знаю. Сейчас я их найду. И запасной комплект одежды, носки, штанцы и свитерок. Это я положу в рюкзачок. Ну и все, будем сейчас одеваться. Да, малыш? Эй, ты готов к садику? Скажи подруге привет. Эй, какой ты славный. Ты мне принес, нютик. Спасибо. Так, рюкзак твой готов. И ты у нас красивый. Я прям не могу. Эй, Матють, куда побежал? А ну-ка, посмотри на маму. Покажись подружкам. О, какой ты. Скажи привет. Какой ты хороший. Ну вот, это да, твой рюкзак. И мы с тобой поедем сегодня. Смотри, пойдем фотографироваться с детками, да? Мама. Да. Не надо открывать. Мама только что сложила. Пойдем. Давай, вставай, пойдем. Давай, пойдем. Ну-ка, сиди. Ты моя крочка. Ты моя крочка. Держи. Все, давай, иди. Будем собираться, одеваться. Так, пока мама Гранта одевала, что вы тут с папой натворили? А ну-ка, покажись. Ну, круто. Ну, вообще, ты просто классный котенок. Так, посмотри на себя. Где папа? Ну, все, ты готов к садику. Молодец. Так, Грантович, ты тоже готов братишку проводить? Все, погнали. Давайте, ребята, одеваемся. У нас больше нет времени. Да. Там тоже будет много игрушек. Только бардак меньше, чем тот, который ты тут навел. Давай, пойдем. Так, вся семья в сборе. Главный человек. Второй человек. Папа, привет. Ну, и я тоже. Баба, привет. Ну, все, котенок, идем. Рюкзак твой взяла, документы взяли. Ой, это так волнительно. Я прям не могу. Что-то меня затрясло. Папа тебя трясет? Нет. Нет, папа никогда не трясет. Папа у нас какой-то кремень. Я не трясет, я за него рада. Да, я тоже рада. Но я вот прям волнуюсь, потому что сегодня не только первый день. У нас еще, да, они фотографируются для глупых. Эй, не надо лицом в этой штуке. И, короче, ну, не знаю, как пойдет. Будет ли он желать фотографироваться и вообще не вызовут ли меня скорее за ним приехать. Но ничего, мы настраиваемся на два часа сегодня. Эй, да-да, ты сегодня вот... Давай-давай, котенок. Ты хороший молодец, ты потрогал только что вот эту штуку. Поэтому давай. Ой, подружки, волнительно это все так. Уже как будто в колледж отправляюсь, сыночка своего в другой город. Мы в Америку. В Америку. Моя хорошая мамина Котя. Куда ты от меня уходишь? Ну, готов? Готов. Ты свой рюкзак забыл? На, Рэм, Рэм, возьми рюкзак. Сейчас будем искать. Смотри, какой классный. Маме хочешь отдать? Давай, мама будет нести. Да? Давай, пойдем. Вот, смотри, туда человечек. Так, так, так. Сейчас мы будем искать. Так, где наша группа? Ну, все, котенок. Первый день, да? Да. Для матери не шикарно, переживаю. Так, вообще не переживайте. Все хорошо. Спасибо. Да, в емотике. А что на твоем шкафчике? Пойдем посмотрим, что на твоем шкафчике. Да? Давай, пойдем посмотрим, что на твоем шкафчике. Пойдем, 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 пойдем. Чик-чик-чик-чик-чик. Смотри, у тебя рыбка, Рэм. На твоем шкафчике рыбка. Листик. Давай, пойдем в садик. Все, пойдем. Давай, оставляй листик, да, пойдем. Пойдем. Все, пойдем, малыш. Скажи, папа, пока. Все, идем туда. Пойдем туда. Давай, папа, бери и веди. Ой, вставай, вставай. Все, давай, пойдем играть. Пойдем играть. Всех берет за руки. Давай. Ну, готов? Беги. Так, ну все. Здесь у нас, оказывается, в нашу группу есть еще отдельный вход. Очень удобненько и колесочные все дела. Ну что, отец, сдали человека нашего любимого? Ну все, сдали мы нашего человека. Человек просто побежал играть и вообще даже ничего не сказал. Ни пока, ни здрасте, ни до свидания. И все у него в порядке. И мы там пока заполняли бумажки, что ребенок сдан, принят и так далее. Он вообще даже не повернулся, не вернулся. И это... Слава Богу. Я, конечно, дико переживаю. Планировала изначально сегодня, естественно, два часа его оставить. Но мне сказали прийти в 11 где-то 10. Потому что пока там они сфотографируются. И будем надеяться, что Рэм с радостью тоже примет у там мероприятия участия. У нас будут с первого дня вот классные фотки. Я там уже отметила, какой фон мне надо, какие фотки. В общем, на 1500 рублей навыбирала себе фотографии. Сейчас придем домой. Грантик тут спит у нас. Будем с Арсиком завтракать. И что? Ну все, буду... Позже расскажу вам, как у нас все это дело получилось. И как мы докатились до жизни такой. Подружки, я официально размазня. Я сейчас сижу, вот так вот пялю все время в телефон. Не могу понять, что мне делать, куда мне себя деть. Арсик тут рядом тоже сидит время от времени. Он часы смотрит и говорит, блин, уже полчаса, блин, уже час. Ну, в общем, мы в саду, получается, были 8-10. Пока мы сходили в медкабинет, отнесли все справки, отнесли все бумаги, которые нужно было донести. Значит, в группе мы были где-то 8-20. И все. И вот вы видели, Рэм просто побежал, увидев игрушки. И даже не оглянулся. И воспитатель сказал, все, идите давайте. Родители в группу не заходят, все, идите. И закрыла за ним дверь. И понятное дело, что он туда побежал просто потому, что он увидел эти игрушки. И как бы он даже не подозревал, не ожидал, что мы уйдем и исчезнем. Но это то же самое, что, не знаю, приехать там в ресторан на какую-нибудь детскую комнату. Он знает, что мы там где-то рядышком будем. И если маму, папу зовет, то мы придем. А тут получается, что он убежал, и все. И мы такие, а пока сказать, а слезки пророните там. И все такое. Скорее, не надо слезки ронять, короче, валите. И пришли домой. И сейчас сидим, и вот все такие странные. Я понимаю, что это очень странное ощущение от того, что ребенок не здесь, а в садике. И мне вот хочется пойти в окошко посмотреть, там подтереться об эти стеночки. И мне сейчас забрать его. Моя колеса. Моя котя, моя колеса, вернись обратно к маме. К маме вернись, котенок мой. В общем, 9.58, ну, считается 10 часов. В 11.10 мне его нужно забирать. Изначально мы, да, планировали на 2 часа оставить, но в силу того, что у них фотографирование, то мне сказали, в 11.10 приходи. Как вообще случилось? На самом деле мы не планировали вообще его сдавать сегодня в садик. Вот вообще, от слова совсем. У меня, значит, мы приехали из Риги, он был сопливый. И как-то вот буквально в субботу уже, вот буквально в субботу, у него этих соплей стало все меньше, меньше, меньше. И в воскресенье все, соплей уже практически нет. Там чуть-чуть водичка какая-то течет, но его даже особо капать не нужно. Я только аквалором промываю ему нос. И мне вот тоже подруги, и доктор говорит, «Проверь зубы». Я вот все, да-да-да, сейчас проверю, сейчас проверю, но вот все в том, что у меня мозг-то у кормящей матери, он немного отключен, я все забываю проверить, лезут ли наши 4 зуба. Ну, короче, и вчера мы были у педиатра вечером, в 7 часов у нас был прием. Доктор его посмотрела, дала свое разрешение, сказала, можете спокойно идти в сад, он не заразный, все нормально. Я говорю, а водичка там из носа еще чуть-чуть? Он говорит, у тебя всю зиму, всю осень будет, это все течь, особенно если в детсад пойдешь, поэтому привыкай, все нормально, это вообще ничего не значит. Ну и вот, я позвонила нашей воспитательнице, говорю, а как нам? Ну, доктор сказал, что мы можем идти, я могу вообще, ну, тогда, может быть, его привезти хотя бы сфотографироваться? Она говорит, ну, приводите так, то есть нужна, значит, нарядная одежда, вот справки, которые вам нужно довезти, и я понимаю, что, ну, как бы уже вечер, и у меня нет возможности там ксерокопии сделать, всего, что нужно. Я говорю, давайте я тогда, ну, дособеру до завтра, послезавтра эти все справки, ну, его окей, приведу. И вот я понимаю, что у меня дома, помимо того, что нет у меня справок, ксерокопии, и всего остального, у меня нет одежды праздничной, потому что там нужно прямо нормально, чтобы ребенок выглядел не в модном худи. И все, и я понимаю, значит, уже 8 часов вечера, куда мне в Санкт-Петербурге темень, у меня двое детей, Арс на работе, где мне взять ему, блин, рубашку хотя бы? Дома-то какие-то штанцы я найду. Ну и, короче, я тут по району в один и второй магазин заехала, ничего не было, ну и метнулась кабанчиком быстро до Миги, то есть это большая Мига, и там все вот эти Икеи и прочие магазины, и Зара, и Ченэму в том числе. Ну и, короче, метнулась я вот в эту Зару, и поехали мы. С ребенком быстро нашли одежду, которую утром вы видели. Не оказалось там белой рубашки, и я вот как-то подумала, интересно, вот остальные дети, они в смокингах будут, в розовых платьях со стразами, а мы вот такие вот, ну как бы приличные, но casual такой, smart casual типа. Вроде как бы классно, модно, но не то, чтобы прям празднично. В общем, не в костюме ребенок. Думаю, ай, ладно, это же моя фотография, правильно. Единственное, что групповая фотка, наверное, тогда будет выбиваться. Но в целом мы когда в сад пришли, там было всего трое детей еще, но остальные, я думаю, подойдут. Потому что в нашей группе вот мы записывались в список фото, мы 16-е были, я даже не знаю, сколько там детей, и надо у воспитателя спросить. Ну и в общем, я, ну, как отдела, так отдела. Мне нравится, и ладно, и классно. Ну и все, и мы с Арсом такие, ну идем, идем, ну хорошо идем. И вот мы его отвели. И вот сейчас он уже там получается почти 2 часа, 10 часов, и мне не звонят. То есть я делаю вывод, что они там с ним как минимум справляются. Как максимум я надеюсь, что он хорошо проводит там время. Я, конечно, не надеюсь, что он и завтра, послезавтра, и все дни будет вот так вот прям с удовольствием бежать. Я думаю, что день К-2 максимум он хорошо так спокойно походит, и потом уже начнет плакать, как все остальные. Но с другой стороны, хорошо, что мы единственные, которые вот только-только поступили, вот считайте середина октября, все остальные дети уже привыкшие, уже свою отплакали, я думаю, за сентябрь и начало октября. И в целом нет вот этого общего вот такого вот плача, там, когда они цепочкой друг за другом начинают орать вопеть и протестовать против того, чтобы идти в сад. Вот, и поэтому, ну, я думаю, что с ним придется, ну, как-то вполне возможно пару дней еще вот как-то повоевать, если он начнет плакать. Но в целом я надеюсь, что все будет хорошо. Поэтому, подружки, вот так вот, больше на иголках я, я вот прям сижу, и у меня вот... Очень странное ощущение, и очень непонятное как-то такое состояние. Оторвали кусок от меня. Но с другой стороны, я думаю, завтрак это приятно было, когда тут никто не орет, никто не бегает. И Грантик спит вроде. Когда проснется, его будет легко покормить. И вот... Короче, куча мыслей. С одной стороны, классно, с другой стороны, я вот прям... Ах! Я забыла воспитательница сказать, что я подгузник на него одела. И что в рюкзаке у него там подгузы. И что на горшок он ходит. И что совсем подгузом его можно на горшок сажать, он пойдет. Ну... Ладно. Сегодня первый день, пусть так будет. Буду его забирать. Все спрошу-расспрошу. И какие-то детали еще вот в последующие дни буду уточнять. А мы с вами чуть позже, через час двадцать, пойдем вместе его забирать. Посмотрим, как он будет там себя чувствовать. Ну что, а ты переживаешь за котенка? Не хочется тебе об окошке там потереться, об стеночке вот так вот послушать? Что там, котенок? Ты где? Плачешь или нет? Ну, конечно, немножко переживаю. Но я в нем уверен. Домой сын. Он храбрый, он сильный, он умный. Он справится. Это понятно. Это он дома храбрый, сильный, умный. И справится. Все хорошо с коммуникацией. Я думаю, что он привыкнуть должен. Его нужно сейчас просто поддержать, чтобы... Матушку поддержи лучше. Мать переживает сильно. О, да. Мужская поддержка. Подружки, привет. Ай, ладно. Короче, подруги, все. В 11.20 пойдем за котеночком нашим. А я буду свои нервишки собирать в кучу. А то уже все, не в моготу мне. Так, прислали мне только что смс к уважаемым родителям. Фотографирование задерживается. Детей забираем после обеда в 12.20. Наша холосая мальтика там сегодня нормально затусит. Блин, за 2 часа адаптация называется. Это уже получается много часов. Ну, в общем, 12.20 теперь. Подружки, еще один апдейт. Только что созвонилась воспитательница. Потому что вы что-то тут пообсуждали. И подумали, что получается, что 4 часа он в первый день в садике. И, может быть, это правда долго. Ну, в общем, я ей позвонила. И мы с ней поговорили. И она говорит, да-да-да, нормально. Оставляйте до 12.20. Рэм не плачет, играет, ведет себя очень хорошо. Все у него прекрасно. И он говорит, не переживайте. Вот, не нужно раньше приходить. Иначе другие детки тоже могут расстроиться. А он, как бы, ему вообще все нормально. Поэтому пока ждем. Если какой-то форс-мажор и фотографирование по каким-то причинам там сильно еще задержится. Но она говорит, мы вам позвоним и сообщим об этом. Но пока до 12.20 ребенок может в саду находиться. Короче, у матери целых еще 2 часа времени. Не знаю, что с собой делать. Вообще, можешь столько всего делать. Такой можешь столько всего делать. Можешь убираться, стирать. Можешь тут что-то дравить. Можешь готовить. Сколько всего надо делать. Не, нифига, пойду видос монтировать. Подружки, мы снова с котенком в лифте. Да, Грантик? Ты тут у нас терпеливый сегодня. Сопровождаешь нас всех. Короче, сейчас 12.15. И мы торопимся в садик. Мы спускаемся вниз. И бежим в сад посмотреть, как у него было Рэма дела. Я, конечно, жутко волнуюсь. Снимать процесс того, как я его встречу, не буду. Просто потому, что вот сегодня все-таки первый день. И хочется, чтобы он смотрел в глаза маме, а не в камеру. Когда мы встретимся. В общем, чтобы он хоть какими-то своими словами, не словами. В общем, жестами и всем остальными эмоциями показал, как у него дела. Рассказал, как у него дела. Ну и чтобы он видел, что я на него реагирую. И, в общем, взаимодействую с ним. Ну а когда уже выйдем на улицу, тогда наверняка сниму и расскажу, как у него там прошли дела. Плюс мне нужно поговорить с воспитательницей и послушать, что она скажет. Ну и также я уверена, что там будет очень много родителей, деток. И, следовательно, снимать там будет очень неудобно. Так как помещение маленькое, да и в целом, ну как бы первый день. Да и вообще, в садиках снимать, ну как-то не очень. Поэтому, подружки, ждите следующего апдейта уже, когда встречу Рэма. Эй, а ты маму подождать не хочешь, котенок? А ну-ка, подожди. Пап бежал. Короче, подружки, успех. Встретила счастливого, довольного ребенка, который прибежал с улыбкой. Сидел за столиком, когда я пришла. И поедал бутерброд. Да? Скажи, я пообедал и все понаделал. Первый день все отлично. Не плакал, не ругался ни с кем, не дрался. Играл довольный и счастливый. Отлично с детками себя вел. Изучал все. Территории новые. И также игрушки. И воспитательница сказала, что все хорошо. И, правда, очень хорошо прошел первый день. Сказала, что завтра мы также можем прийти и оставаться до 12.20. У них утром также будет прогулка. Не знаю, как пройдут наши остальные все дни. Но очень надеюсь, что без истерик. Ну, по крайней мере, даже если не будут. Но будем справляться с ними, в общем, по мере поступления. Ну, а пока день отличный. Ребенок счастлив. Все понравилось. Я была в восторге от воспитательницы, от нянечек. Нянечка просто, провожая каждого ребенка, целует в головушку и говорит, все, прелесть моя. До завтра. И вот прям с большой-большой любовью и, ну, таким добрым-добрым отношением. Это очень здорово. Так что садик у нас классный, да? Ну, и день сегодня классный. Будем смотреть, как завтра все упадет. Котенок, скажи, подружки, пока. Сегодня мы заканчиваем наш влог. Грантик снова спит. Я пойду тоже Рэму укладывать. И заниматься любимым делом. Монтировать видеоролики для вас, дорогие мои подруги. Ладно. Все, увидимся в следующем видеоролике. Пока.